Всем привет! Это Андрей и Нади. Мы уже 4 месяца живем в Буэнос-Айресе. И в этом видео мы расскажем о том, как мы ездили к океану и 500 километров преодолели на автобусе. Что тут? Очередной квест рассказываю. Нади очень хочет куда-нибудь поехать. Я, в принципе, тоже не против, но для того, чтобы куда-нибудь поехать, надо что-нибудь сделать, типа подготовиться. Определить с местом Мардальплаты и определить с временем. Завтра в пятницу поехать, чтобы в воскресенье вернуться. Ну вот как это делать? Да, можно билеты купить онлайн, но для этого нужна аргентинская карта, которой нет ни у кого. Поэтому сейчас полседьмого вечера, а я еду на автобусный вокзал, чтобы понять, как можно ли купить билеты оффлайн в кассе. Вообще работает она или нет? Потому что если сейчас этого не сделать, то, естественно, завтра никуда мы не уедем. Из интересного то, что зима еще будет длиться месяц официально, но сегодня просто чуть ли не плюс 30. Я весь день сегодня ходил в майке. И вот сейчас вечером даже все еще очень тепло. Ну что, все, купил билеты. Нормально. Девушка спокойно, значит, терпела мое отсутствие испанского. Как я на пальцах объяснял, когда мне приехать-уехать, в какое время желательно и все такое. И плюс, между прочим, почти на 6 тысяч песо дешевле, когда платишь наличными, а не картой онлайн. Да. Вот, все клево, но не советую я все-таки на автовокзал ходить вечером, потому что здесь пока идешь от железнодорожного вокзала, ну такое тут сомнительное. Немножко тусовка, лучше днем это все делать. В общем, билетики у меня есть. Едем. Интересно, в Буэнос-Аресе меняется погода, потому что вот только что светило солнце и было жарко, да. Вчера я вообще весь день в майке ходил. И позавчера было тепло, вот. А сейчас вдруг внезапно налетел такой туман, влага какая-то в воздухе, и начинает резко холодать. То есть все-таки, все-таки зима, да. Несмотря на то, что люди ходят в шорты. Вот. А у океана будет еще холодней. Там вообще какой-то ветер может быть сильный, но посмотрим, что там будет. Едем в Марк-дель-Плате. Прибежала. А я не попрал. Ремонт. Ничего не слышно. В общем, полюбить и не виделась сейчас. А вот это наш автобусик, скорее всего. Вот с автовокзала открывается чудесный вид на ВИЖУ-31. А вот наш бас. А вот пассажир. Мутный, мутный пассажир. Мы попали на ВИЖУ. ВИЖУ-31. Вон она. Мусота. Обожаю. Дос? Дос. Мы получили лучшие. Ну, вроде нам случился ВИЖУ-31, и мы реально на лучших местах в автобусе. То есть впереди, на втором этаже. И у нас тут будет крутой вообще вид. Будем ехать, как в самолете. Пупсик. Я что-то притомилась. Кайф. Погнали. 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 Погоди. Ну что, мы доехали до океана Смотрите Вон он, океан Добруто, ребята Вчера камера вырубилась Поэтому рассказывать про океан И город Малдык И город Малдык-дель-Плато Будем рассказывать сегодня С самого начала Сейчас мы идем на завтрак Ну, скоро Тут такой вполне приличный номер С хорошей кроватью И новым матрасом Да, его там завтрак принесли Завтрак входит в стоимость номера Ну хватит Входит, входит Вот наша гостиница Тут вот какое-то здание прикольное А здесь вот прям флаг Так, сегодня ветрено Поэтому Звук, наверное, будет плохой Извините У меня специальная шапка Такая, как у Джо Из друзей Когда там они Такой А, я ничем Да, ребят Сейчас, конечно, ветрено Но, тем не менее Мы вышли к океану И смотрите Как это будет Да Да Но это все-таки Знаете Ну, река рекой Река крутая В Буэнос-Айресе Но Когда вот настоящий океан Это Другие ощущения Совсем Другие ощущения Кайф Ну, здесь вообще, конечно Ну, вот здесь Другая атмосфера Да То есть океан Прямо Он дает Это Ощущение Такого Курортного Города А в Байрусе Этого нет На Пирсе Здесь прям Есть ресторан Но Сейчас он закрыт Наверное, вечером Только открывается И вот это вот Все Продолжается город И там Все Пляжи Город Не такой маленький И вот здесь Такой Длиннющий Променад Я не знаю Сколько здесь Километров Люди бегают Можно гулять При этом Он такой Прям Ну, полноценный То есть здесь Вот все Эти домики Стоят Вдоль воды Тут у тебя Пляж Песочек Вот Классно Красиво И Можно Разгуливать Мы немножко Вглубь Пошли Здесь вот Сразу Начинаются Такие вот Домики Вот Красивые Здесь Красивый Частный сектор Вот И мы там Немножко Засмотрелись На какое-то Растение Прикольное И значит Бабуля Там Сразу К нам Подбежала Говорит А, нравится Типа Я вам тут Организую В общем Вот У нас Что теперь Есть Какой-то В общем Супер Тяжелый А, а ты думала Смотрите Какая красота И главная Бабуля Такая Говорит О, вы Сейчас Ничего Не понимаете Я смотрю Вы Киваете Киваете А Глаза Пустота Какой-то То ли Алоэ Разновидность То ли Кактус Какой-то Что-то Такое В общем Нам Вручили Сказали Вот тут Обрезать Воткнуть Землю Посмотрим Может Дом Будем Растить Вот Так что Такие Вот Здесь Дружелюбные Аргентинцы Мы Нагулялись Нас Задуло Как следует И мы Зашли Перекусить Смотрите Что Выбрала Моя Супруга Заперекусить Ну Чисто Так Немного Девочка Ты Не лопнешь Я Истинно Итальянка Просто Родилась Не там Величита У меня Вот Скромный Скромный Кусок Мяса Так Ребят Счет Принесли Рассказываю То есть Вот этот Мой Здоровенный Кусок Мяса Оказалось Что Это Пол Порции Я Не знаю Как Выглядит Целая Порция Картошечка Вот это Значит Супер Блюдо Нью-Йоки С Кучей Морепродуктов Винсоа Бокальчик Все Такое 4725 Песа То есть Это Ну Типа Тысяча Рублей Ну Там Тысяч Сто Вот Кто Там Что Наговаривает Вот Несмотря на то Что Мне все Время Пишут Там В комментариях Что Вот Аргентин Такая Бедная Страна Или То Се Вот Приходишь В ресторан И здесь Куча Ну Куча Народу Местного Сидят И они Ну Как бы Как сказать Да Но они Как-то Себя Спокойно Чувствуют И Главное Это Не Какие То Вот Ну Ну Вориши Там Я не знаю Не какие-то На пафосе То есть Они выглядят Как обычно Аргентинцы Часто Кстати В возрасте Они Вот Совершенно Спокойно Ходят По Этим Местам То есть Как-то Нет Ощущения Что Это Какой-то Адский Эксклюзив И Мы Тут Прям Просто Экспаты Которые Сорят Деньгами Так Что Вот Не надо Наговаривать На Аргентину Да И Мы Не Столица Сейчас Видите Тут Тоже Хорошо Блин Я просто Я тут Начал Вспоминать Что Если бы Мы Пошли В какой-нибудь Подобный Ресторан В Сочи Или Даже В какой-нибудь Анапе Это Было бы Просто Нашему Бюджету На этом Месте Настал бы Конец Вот Такие Тут Домики Всякие Есть Какой-то Немного Шторм Налетел Но В целом Прикольно О Мы Нашли Башню Рапунцель И Солнце Вылезло Даже Сейчас Будет Косово Кидать Правильное Решение Было Приехать На две Ночи Потому Что Вчера Вот У нас Был Полноценный День Здесь Вот Вот У нас Генератор Дей Да Сидя А Мадушкин Всегда Все Делает По части Административки Все Купит Сходит Билетики И знает Как платить Меньше Потому что Платится Наличка И цена Меньше И за Отель У нас Тоже Сейчас Мы Платили В песо А не В долларах Что вышло Дешевле В два Раза Да Да Ну Почти Билеты На автобус Стоили Где-то 21 тысячу А не 27 тысяч Песо Как Если покупать Онлайн То есть В кассах Дешевле И Значит 21 тысяча Песо Это где-то Сколько это 70 долларов Ну 70 да 70 долларов И Ну И даже Чуть меньше Может 65 Нет 70 И В рублях Получается Где-то Ну 5000 рублей Что-то такое Вот Это туда-обратно В двоих В лучшие места И гостиница Гостиницу Я бронировал Через Букинг И Там Было Странно Потому Что Там Было Там Было Две Цены То есть Одна Была В песо Потому Что Я выбрал Валюту Песо Но Когда Я Оформлял Мне Еще Написали В Долларах И Разница Была Драматическая Потому Что Там Было Написано 13000 Песо Или 95 Долларов И Потом Была Приписка Что Цена В песо Только Для Ознакомления А платить Вроде Как Надо В Долларах Вот Но В итоге Так Как Оплата Была После Никакой Карты Конечно И Эффектива В итоге Мы Заплатили 15000 Песо Что Это Сколько Ну 50 Долларов Чуть Больше Ну Да 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 Это 2000 Налог Да Это Завтраком То есть 50 Долларов Две Ночи В Отеле В Центре Ну Очень Мило Очень Мило А мы Вон Куда Забрались Ну Как ты Поезд Очень Классно Спасибо Любому Которую Дат Путешествуйте Друзья Подальше 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 Поинтереснее Поинтереснее Да Подальше Подальше